Всем привет, друзья! Сегодня поговорим о новом проекте от Google. Речь пойдет о новой iOS – Chrome Flex. Основная цель от облегченной версии – заменить Windows, ну или хотя бы частично. Сделано под старое и не самое производительное железо. Так что ожидать чуда не стоит. Касательно требований к железу, для стабильной работы нужен 64-битный процессор от AMD или Intel, 4 ГБ МЗУ, а также 16 ГБ свободного места на USB накопителе. Итак, начнем. Для начала нужно установить утилиту восстановления Chromebook. Это расширение Chrome, с помощью которого мы установим сборку Chrome OS на USB накопитель. Открываем Chrome. Переходим по ссылке. Все ссылки я оставлю под видео. Устанавливаем расширение для Chrome. Кликаем по пункту «Добавить в Chrome», затем «Установить расширение». После открываем утилиту восстановления Chromebook. Подключаем наш USB накопитель. Нажимаем «Начать». На следующей странице кликаем по опции «Выбрать модель из списка». В раскрывающемся меню выбираем «Google Chrome OS Flex». В следующем пункте выбираем тот же пункт. Указываем нашу флешку. Жмем «Продолжить». И, наконец, кликаем «Создать сейчас». Процесс займет от 10 до 15 минут, в зависимости от скорости вашего интернета. После завершения процесса перезагрузите компьютер и войдите в BIOS. Как зайти в BIOS, покажу на примере распространенной версии. Сделать это можно комбинацией клавиш, соответствующей производителю материнской платы. После входа в BIOS ищем меню с настройками загрузки. Обычно это Boot или Startup. Переходим во вкладку, в меню Boot Priority меняем порядок загрузки. Сделать это можно стрелками вверх-вниз. Нужно переместить нашу флешку в самое начало. После того, как установили приоритет загрузки, нажимаем F10. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. После перезагрузки ПК появится экран «Добро пожаловать в CloudReady». Указываем язык интерфейса, нажимаем «Ок». Далее кликаем «Начать». На этом этапе вы можете выбрать «Установить Chrome диск» либо «Запуститься с флешки». Я бы рекомендовал запуск флешки, а если вы все же хотите установить, то следуйте инструкции. Кликаем «Далее». Тут нам пишут, что при установке в CloudReady все данные будут удалены. Кликаем по пункту «Установить». После перезагрузки подключаем к интернету. Затем «Далее». Принимаем соглашение. Ждем проверку на наличие обновлений. Выбираем, кто будет использовать устройство. Затем входим в свой Google аккаунт. После чего нам предложат синхронизировать наше устройство. Также можем включить Google Ассистент. Или подключить свой телефон для синхронизации контактов, паролей с Google. После чего попадаем на рабочий стол. В прямом нижнем углу экрана расположилась знакомая многим панель. Если нажать мышью, то откроется интерфейс различными пунктами, таких как Bluetooth, Wi-Fi, уведомления, запись экрана, ночной экран. Функция «Широкий доступ». Что касается интерфейса, то очень похож на планшетный. Посредине на панели можно увидеть значки в стиле Mac OS, которые ведут себя так же. Индикатор, что под иконкой указывает, что приложение сейчас активно. При нажатии правой кнопки мыши по иконке появится контекстное меню. С левого угла экрана расположилась кнопка, похожая на пуск. Здесь же и поиск, и все установленные приложения. Касаемо настроек, там все просто. Интернет, Bluetooth, подключение к аккаунту вашего телефона, смена обоев на рабочем столу. Стоит отметить, что нужно самому добавить русскую раскладку в наборе текста. Сделать это можно в пункте «Язык». Также можно включить среду для разработки Linux. Что касается приложений, то, во-первых, они все являются в приложении. Логика работы мне лично непонятна. Некоторые приложения открываются в браузере, другие в отдельном окне. Что касается Play Market, то пока его нет. Все приложения можно сказать только в интернет-магазине Chrome. Напоследок хочется сказать, что Google проделали огромную работу по разработке своей легковесной S и по адаптации системы под старое железо разных производителей. Проект получился интересный и возможность установить Chrome S на любой компьютер действительно порадовала. А на этом все. Ставьте свои лайки и подписывайтесь на наш канал, если данное видео было интересным для вас. Задавайте интересующие вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Пока ты смотришь это видео, мирные жители Украины умирают от атак и бомбардировок Российской Федерации. Безумный путинский режим напал на мирное государство в самой центре Европы. Поддержите украинскую армию, пожертвуйте средства в фонд «Повернись живым». Сканируйте QR-код или перейдите по ссылке в описании к видео и перечислите любую сумму, которая обязательно усилит украинское сопротивление и поможет противостоять преступной российской агрессии. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова